И всем привет, ребят, с вами с вами, с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы на обзоре нового устройства из челленджа, которое я честно уже обозревал, правда я не помню сколько уже времени прошло с того обзора, наверное где-то около месяца. Сегодня мы будем тестировать устройство снаряды коррозии, это гром с пробитием, который у нас в челлендже за 31 уровень с боевым пропуском. Попробуем реализовать его в рамках матчмейкингового боя, посмотрим насколько он эффективен, насколько большое количество киллов вообще с ним можно набить. Также сыграем на этой комбинации, вернее с этим устройством на викинге, по дрону я думаю что мы сегодня возьмем как раз таки гипериона, это будет викинг огром в гипериончике и красочку тоже давайте поменяем. Возьмем такую вот интересную и по резистам давайте тоже чуть-чуть сделаем небольшие изменения, рез от грома оставлю. Возьму резист от скорпиона, которого у меня тут нету оказывается, ничего себе. Давайте быстро мы его вкачаем тогда, раз у меня на этом спецаккаунте его нету. И я думаю что возьмем еще дополнительно резист от шафта, если вдруг надо будет, то мы его поменяем. Хочу я запикаться именно в TDM очку и посмотреть на реализацию как раз таки этого вооружения в этом режимчике. Посмотрим насколько будет эффективно работать гром. На гром в принципе на сегодняшний день есть большое количество интересных устройств. Вот это и гром со сплэшом, это и гром на дальность. Поэтому насколько он будет эффективен, насколько в нем есть смысл, рассмотрим. Все-таки, ну возможно за этот месяц что-то интересное уже произошло. И вдруг сейчас это устройство начнет наносить большое количество критов. И будет очень круто смотреться, да. Плюс я давно не играл например с устройством пульсара на гром. Его тоже могли видоизменить и оно могло начать работать лучше. Потому что я помню что было обновление, с которым как раз таки добавляли количество критических выстрелов всем пульсарам. Поэтому может быть и с этим моментом это устройство тоже видоизменилось. И сейчас будет показывать хороший результат. Так, выстрел на дальность был с очень маленьким уроном. Это значит что? Это значит что на дальности это устройство работает плохо. Но наша задача посмотреть количество критических вообще выстрелов. Урон дефолтный, да. Здесь нет никаких удивлений, никаких нерфов урона за счет крита и прочего. То есть это дефолтный урон грома. Без никаких при его преуменьшений, никаких преувеличений. Но за каждый критический урон у вас просто будет вылетать выстрел с статус эффектом пробития. На расстоянии конечно гром режется очень сильно. Это по бездашному сейчас танку я кидаю по 500 урона на таком расстоянии. Вот залетел контентовый крит. Крит конечно это круто, но там оказалась иммунка у противника. О, здесь не по иммунке шестоточка залетела. Но что касаемо пробития в целом, я бы наверное сказал, что на сегодняшний день это крутой статус эффект. Да, 100% это крутой статус эффект. Но, но, но резистов, резистов от него в матчмейкинге тоже, ну вернее не резистов, а именно иммунитетов от него в матчмейкинге тоже довольно таки много. Так, возьмем иммуночку от пробития, потому что там и магнум с пробитием и шафт с пробитием, поэтому давайте переоденемся. Ну и посмотрим вообще сколько можно дать здесь киллов. Есть у меня конечно ощущение, что супер большого и жесткого результата у нас не будет даже в рамках такой большой карты. Но быть может что-то поменяется в лучшую сторону и что-нибудь у нас залетит. Резистов от грома у нас нету, поэтому будем пробовать, будем смотреть и надеяться на то, что мы тут какую-то прибыль покажем. За 3 минуты 25 киллов наша команда всего лишь накидывает. Для такой большой карты, для такого большого количества игроков это крайне маленький и слабый результат, если честно. Но может быть сейчас даже досрочка и будет, посмотрим. По идее должна быть в рамках такого боя. Я думаю, что где-то здесь я буду сохраняться и пытаться жить. Да, для Гипериона как раз таки такие позиции являются самыми выгодными. То есть рядом с базой противника на накидочку урона со стороны это максимально эффективная реализация подобного вооружения. Ну и хотелось бы, конечно, еще тут как-то реализовать овердрайв, но с овердрайвом могут быть проблемчики. Ой, хорошо, креточек залетел вкусный, сразу добивочка по харьку. И еще сверху добавочка по викингу, нет, добавочка по викингу, к сожалению, не залетает. Титан снизу пикает, расходочка у меня в очередной раз откулдаунивается. Ну, Гиперион для такого вооружения работает супер круто, супер эффективно, но, но, но урона, урона мало, урона мало. Для грома с дефолтным уроном на сегодняшний день это, ну это плохой выбор, плохой выбор. Да, вот, например, на такой здоровой карте я что с громом со сплэшом, что с громом на дальность, на дальность я вообще думаю, что если тут стоять сверху с кимпы, можно такую грязь творить. Да, то есть здесь можно очень много урона накидывать. Это 100% плохой результат, 100%. Я уверен в этом, что это плохой результат. Но у нас есть овердрайв, попробуем сейчас его реализовать. Противник у нас уже по киллам чуть-чуть по чуть-чуть подравнивается к нам. Чуть-чуть по чуть-чуть подравнивается. Ну и поэтому нам бы было очень неплохо попробовать реализовать как раз таки овердрайв. Офигеть. Происходит, что тут за движуха конкретная. Полеты феникса какие-то нереально жесткие. Так, и здесь овердрайв есть куда жать? Я вижу одного противника только. Там сверху особо никто сильно не пикает. Вот этот молодой человек играет на подравнике. Послушайте, подравники, конечно. У меня еще нету реза от самого себя, поэтому на откате приходится играть. Ну 6 килов, 6 килов за 5 минут, это очень плохо. Это, конечно, прям максимально плохо. Для такой карты, тем более, на которой гром, по идее, может давать неплохого джазику. Так, пробитие наносим по противнику, ну и за счет него как раз таки мы его сейчас, ну хотя бы, хотя бы коцаем и даем возможность, даем возможность на уничтожение. Так, ну под овердрайвом, кстати, неплохо накидал. 4 килочка в таком тайминге, это неплохой результат, неплохой результат. Не сказать, что, конечно, супер великолепный, но неплохой. Реализация овердрайва заехала. Ну, если мы, конечно, акцентируем внимание на устройстве, то это мне особо сильно не помогло. Ну и иммунитеты, да, иммунитетов, конечно, от пробития. На сегодняшний день матчмейкинги супер много. Я, кстати, тоже в их числе, я тоже сейчас играю на постоянной основе практически с иммункой как раз таки от пробития. И считаю, что иммунка от пробития это та вещь, которая вот поменялась в мете, да, и стала явно лучше, чем иммунка от Эми. Хотя, ну, здесь можно, как говорится, комбинировать. Можно комбинировать, можно говорить и играть от иммунок противника, да, и если, например, большое количество есть иммунитетов от пробития, то брать сразу Эми, либо играть наоборот. Вот, да, то есть, ну, здесь есть все возможности у вас с изменением. Но каточку мы проигрываем. И по ощущениям, по ощущениям шансов у нас здесь на победу не будет. Уже, уже полет потихонечку начинается. Единственное, что здесь нас может спасти, это какие-то неплохие овердрайвы в проратии своем. И уже добавочка. Лаг сервера. Ага, понял. Это додосик, да, доехал у нас, по ходу дела? Это, по ходу дела, у нас уже додосик заехал, да? Пятнично-утренний додос. И контент, который, к сожалению, я никак законтролировать не могу. Ладно, в целом, я думаю, что мы этот бой доигрывать не будем. Этих, наверное, 7 минут. Для меня лично точно достаточно, чтобы понять, что и как работает с этим устройством. Скажу сразу так, что устройство на сегодняшний день явно не в мете, да, оно не супер жесткое, ну, грубо говоря, короче, дефолтный гром, только с крита он дает пробитие. Все, да, то есть здесь нет никаких дополнительных преимуществ. Это просто дефолтный гром. Но если рассматривать с точки зрения того, что у вас этого устройства нету, нету устройств также, например, на приза, да, и, ну, не знаю, там скин есть, нету скина. Но, если у вас этих устройств нету, то с точки зрения того, чтобы купить боевой пропуск и получить эти устройства, и чтобы они не падали с уже контейнеров в дальнейшем, это неплохой выбор, да, потому что такие устройства, ну, вряд ли будут повторяться в будущем, либо будут повторяться в ближайшее время, да. И получить это устройство с челленджа в рамках того, чтобы оно потом не падало, это нормальный, хороший, адекватный выбор. Но, если у вас небольшое количество танкоинов и, ну, есть там возможность раздумывать, да, то я бы, наверное, не концентрировался на этом челлендже, не концентрировался на нем, да. С верхней линейки можно забрать вкусное устройство на фреза, а вот с боевым пропуском здесь, ну, такие устройства, такие. Довольно спорные, довольно спорные. Пишите, что вы думаете по поводу этого грома, пишите, считаете ли вы вообще нужным покупать боевой пропуск, дабы получить эти замечательные устройства. Возможно, это устройство есть у вас, и вы можете высказать полную свою точку зрения, связанную с ним. Ну, и, конечно же, не забывайте, поддерживайте данный видос лайком за скорость, оперативность и обзор уже первого устройства из этого челленджа. Если хотите видеть больше как раз-таки таких обзоров, и чтобы мы все интересные устройства с этого челленджа пообозревали, то можете тоже написать по этому поводу в комментариях, поддержать данный видос лайком, подписываться, конечно же, на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте, кема личный, так это тег-темп, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.